Вау-вау-вау, ребята, остановитесь, поутихните, пожалуйста, пусть ваши амбиции остынут. После выхода нового ПО на уклану Steam 4K Pro, такие баталии разгорелись на форумах, что просто ужас. Что в этом ПО такого? Что произошло? Это новое ПО с оболочкой Dennis Oz. Есть такой спутниковый ресивер Dennis H.265, и потом пошли модели там Pro-версии, Combo-версии. Так вот, он вот такой вот ресивер. Но единственный его минус, в нем нет 4K. В у Steam же есть 4K. И все ему там пророчили чуть ли не полный провал этой модели. Я вам покажу потом на форумах, какие отзывы про них писали, я имею ввиду про Дениску. Что там чуть ли не тухлый процессор, и все, там не будет ни поддержки, ничего. Он до сих пор отлично продается, и будет еще продаваться. Но после выхода новой модели у Steam 4K, его боялись брать. Боялись брать люди, которые хотели 4K, но не знали, как обращаться с Энигмой. Потому что она очень тонкая в настройке. Я хочу сразу извиниться наперед, я не хочу затронуть чувства верующих. Я буду так их называть. Любители Энигмы. Я сам когда-то был любителем Энигмы, но зачем мне эти трудности? Большинство людей, обычные пользователи, они приходят домой после работы, уставшие. Они поужинали, взяли банку пива, кто там, банку сока. Взяли пульт в руки, включили и гоняют каналы вверх-вниз, вверх-вниз. Там ищут свой контент. Они хотят отдыхать. Они не хотят сидеть и часами настраивать через плагины какие-то, через всякие костыли. Функции те, которые им нужны. Не все в голове программисты, какие-то кодеры. Они обычные люди, у них свои заботы, семьи. Просто хотят прийти, включить телевизор и смотреть, наслаждаться просмотром. Новая оболочка на Устим от Денниса дает такое людям. Теперь ресивер не надо долго настраивать, искать плагины, загружать ключи, всякие приложения искать рабочие, которых нет на фиде, нужно по форумам лазить. Все это есть в оболочке, вы все можете делать через меню, пультом. Вам уже дали второй пульт. Это пульт от Устима. Вот он такой. А это уже прикрутили новый пульт от премиум версии. Потому что старый пульт был у Дениса хлипенький и многим он не нравился. Хотя уже я привык к нему, он маленький и удобный. Но этот пульт просто программируемый, его можно запрограммировать. И использовать его один, не надо иметь два пульта. Вот здесь есть инструкция. Так вот, на новой оболочке Денисос будет этот пульт работать с Устимом. Ну да ладно, бог с ними, с этими пультами. Уже вот прикрутили управление со смартфона. Вы можете ввести IP-адрес вашего тюнера, зайти в веб-интерфейс. И вот здесь вот можете видеть, есть пульт. Есть даже маус-пад. Вот он, Touch Control. Я его запускаю. Я вожу пальцем и у меня курсор двигается по экрану телевизора. В приложениях, которые поддерживают это на Устиме. Вам уже дали возможность смотреть веб-страницы на Устиме. Есть такое приложение Web.TT. Чтобы его настроить, нужно с пульта ввести в телевизор адрес этой страницы. Но и с этим уже решен вопрос. Вы просто заходите по веб-интерфейсу, вводите IP-адрес в любом браузере в вашем мобильном телефоне, либо на компьютере, либо в ноутбуке, либо на планшете. Копируете адрес веб-сайта и вставляете в Web.TT. И у вас будет открываться на телевизоре этот сайт. Пожалуйста, смотрите. Все только для вас. Но зачем такие вот отзывы гонебные писать на форумах? Я не знаю, там 28 кинотеатров там уже есть. Вот так вот фильмов, не надо искать вам никакие там торренты, ничего. Там все есть. YouTube утокенный, красивый, в современном стиле. Регистрируйтесь, под своим логином заходите. Ваши все подписки, ваши каналы, все там есть. Миллион сталкер-порталов. Платные, бесплатные. Заводите, смотрите, все работает. IPTV-проигрыватель. Есть просто IPTV-проигрыватель. Есть проигрыватель самообновляемых листов. Можете сколько угодно туда листов, как платных, так и бесплатных вставлять. Там пишут, что не работает сортировка каналов. Я сейчас покажу, что все работает. Не хотите вы управлять пультами? Не хотите управлять смартфонами? Вам уже сделали поддержку всяких вот таких вот беспроводных клавиатур. Как больших, так и маленьких. Гиромышек. Не хочу бежать на кухню, приносить ее, показывать, как она работает. Обычные беспроводные мыши. Берите, наслаждайтесь, управляйте. Но зачем писать так, что я поставил вот этот Деннис Оз. Он мне постоял один день и мне все. Капец, меня забомбило. Меня не устроило. Я перешел назад на Энигму. Как один деятель пишет, его основная мысль. Современный тюнер, который принимает 4К каналы. Ерунда. А вот он достал вот такой вот. Ну не конкретно этот. Аджай 8120. Я хочу сказать, что вот Амико 8900, это полный аналог того Джай S8100. Я хочу сказать, что вот этот вот реально мой тюнер, это мой тюнер. Один из первых дорогих, хороших тюнеров в свое время был. Он уже у меня 4 года пылится на полке. Потому что он морально устарел. Он однопроцессорный. В нем нет поддержки сетевых сервисов, которые сейчас очень сильно востребованы. Да, в нем есть сетевая, там все дела, но он годен только сейчас для спутника. Больше он ни для чего не годен. А он пишет, что вот он перешел на Энигму и все теперь его устраивает. А в Деннис Оз его, видите ли, не устраивает, что не отображаются осадки. Я вас умоляю, они вам надо. Выгляните в окно, посмотрите. Есть ли там дождь, либо нет. Вы что, смотрите по телевизору те осадки? То, что передает погодный информер weather.com, то он вам не показывает. Вот вам Cinema Portal. Давайте посчитаем, сколько здесь приложений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, да? 31, ну минус вот эти вот истории, 29. Ну 29 кинотеатров, вам мало, здесь фильмов просто завались. Зачем вам какие-то непонятные сезон-дримы, русские медиапарки там? Тут все фильмы есть. Потом смотрите, вот, сталкеров куча. Все рабочие. Загружается быстро, все работает. Netflix есть. Любые вы можете фильмовые видеосервисы сюда забить. Вот вам, пожалуйста, погода. Вот специально я перешел, вот грозы, даже ливни. Все показывает, все осадки. Кого не устраивает еще погодный информер? Вот он, реально я вам показываю. Не читайте вы эти дебильные отзывы. Тюнер принимает как спутниковые каналы, так и Т2 каналы. Также и кабельные каналы принимает. Есть редактор каналов. Нормальный редактор каналов, не такой, как на Enigma. Там очень сложный и неудобный редактор. Тут простой и доступный каждому человеку. Каналы не нужно искать нигде. Вот есть архивирование восстановления. Заходите сюда, можете скачать из сети. Вот смотрите, сколько вариантов есть и какое количество каналов. Не надо их искать нигде. Одну кнопку нажали, загрузить и все. У вас свежие всегда каналы на вашем тюнере. Не надо заморачиваться с поиском этих каналов. Настройки ключей. Несколько режимов эмуляторов. Хитрый просмотр работает. Редактор ключей. Не надо искать всякие софткамы, там свежие, не свежие, подходящие к вашей оболочке, к вашему имиджу, не подходящие. Вот нажал клавишу 2, обновление с интернета и все. Вы лежите на диване, пьете чай, кофе и наслаждаетесь просмотром. Включили автоапдейт. Не надо даже искать их. Ладно, если вы уже такой там прям задрот, не хотите использовать одну систему, хотите где-то полазить. Вот вам мультибут. Закинули в первый слот любой из имиджей, во второй слот закинули оболочку Деннис. И смотрите то, что вам нравится. И вам дают выбор. Еще через какое-то время, да, обещают долго, но все-таки я думаю, что сделают. Будет еще и Android на этом тюнере. Что там по настройкам кому еще не нравилось? Давайте я покажу. А вот аудио-видео настройки, по-моему, да. Поддерживает разрешение 4K, можете сами видеть. Я вам не показал в прошлый раз. Вот смотрите, какие есть варианты HDMI и HDR. HDR, HDR10, HRG, SDR и автоматически. Dolby. Можете видеть все режимы, он поддерживает. Сеть, есть как беспроводная, так и проводная сеть. Две антенны, очень хороший прием. Что вам еще нужно, я не понимаю. VPN уже встроены здесь есть. Ну вот эти стандартные таймера, PVR и там таймшифты, я не буду показывать, рассказывать. Это уже стандарт. Установка передней панели. Яркость в режиме ожидания у вас экранчик. Во включенном и выключенном режиме можно яркость менять. Что будет показывать? Дата, время. А, вспомнил. Еще там одному кому-то там не нравилось. Почему-то не отображается день недели. Как это пользователю недоступен день недели? Да е-мое. Для этого есть календарь и там прочее, там я не знаю, там еще что. Но тюнер это устройство для воспроизведения воспроизведения мультимедийного, там спутникового, там любого контента. Но при чем тут календарь, я не понимаю. Посмотрели 14, 07, 20. Все, вот вам дата есть. Вам надо еще, чтобы писалась среда, четверг, либо пятница. Ну, если честно, вы уже, не хочу выражаться на видео, но вы просто обнаглели уже. 4К работает. Посмотрите, какое качество картинки хорошее. Да, не передает, да, не передаст моя карта видеозахвата эту картинку, потому что она пишет только Full HD. Но, как можете видеть, все работает. Все отлично, прекрасно передает картинка соответствующая. По настройке забыл показать, обновление прошивки есть. Когда выходит новая прошивка, вам тюнер сам говорит и предлагает вам обновить, не обновить. Не надо опять же искать их по форумам, там где-то выискивать, подходит, не подходит. Там есть один хейтер марки Уклан, он там пишет какие-то левые прошивки, после которых тюнера загибаются. Не берите вы не с официальных сайтов прошивку, вы можете загубить тюнер. Хотя этот тюнер загубить очень и очень сложно. Вот, пожалуйста, метод обновления по интернету. И вот у вас свежие прошивки, если вы хотите вручную. Если не хотите вручную, то вот, извещение о новом ПО включить и при включении тюнера у вас будет прилетать сообщение о новом ПО. Вам только нужно будет нажать на пульте клавишу влево либо вправо, да либо нет, согласиться либо отказаться. В приложении уйма можно поставить. Вот IPTV старт, допустим. Вот работает IPTV канал. Кто там говорил, что нет редактора каналов? Нажимаете клавишу ОК. И вот вам, пожалуйста, на 17 канале стоит 112 канал Украина HD. Нажимаем желтую двигать. И вот я его поднимаю. Вот он стал уже на 11 месте. Видите, он сохранился на 11. Удалять каналы? Да без проблем. Нажимаете, вот, Макси ТВ. Я нажимаю синюю удалить. Нажимаю, да, все, Макси ТВ нету больше в этом списке. Надо вам загрузить. Вставили плейлист на флешке. В USB разъем нажали клавишу 2. Но сейчас у меня не вставлено. И загружаете любые плейлисты сюда. Редактор каналов есть, загрузка есть. Посмотрите, какой классный, красочный и современный YouTube. Вот, мышка работает. Как я уже говорил, можно зайти под своим логином. Можно не заходить под своим логином. Вот опять же здесь. Все поиски работают. Доступны всякие там дополнительные опции с пульта. Все красиво, все быстро, все хорошо. Коди рабочий. Не буду вам показывать, потому что это одно из таких сложноватых приложений, которыми обычные пользователи, такие непродвинутые, можно сказать, пользоваться не будут. Но для тех, которые там просто хотят поковыряться, покопаться, там продвинутые. Вот коди вам, пожалуйста, ковыряйте, делайте все, что хотите. Самообновляемые плейлисты тоже. Их несколько штук можно загрузить. Вот как у меня здесь. Тоже все работает. Все красиво показывает. Вот, пожалуйста, работает. Все хорошо. Вот следующий самообновляемый плейлист. Тоже работает. Тоже отлично показывает. Все зависит от того, какой у вас плейлист. Стабильная работа, еще нестабильная, либо вообще рабочий, либо нерабочий. Любой сайт можете загрузить. Вот в данном случае у меня сейчас загружен международный клуб U-Klan, на котором есть официальные прошивки. Вот, можете видеть. Но прежде чем загружать, вы должны быть зарегистрированы. Нужно нажать регистрация и зарегистрироваться на форуме. Регистрация не такая сложная. Вообще она простая, как на любом обычном форуме. Но просто письмо с подтверждением может прилететь к вам в спам. И ищите письма в спаме. Иногда такое бывает. У меня никогда не возникало сложности с регистрацией на каких-либо форумах. Вот, можете видеть, Denny SOS прошивка. Листайте. Уже вышло еще одно обновление. Есть там один, я опять же говорю, хейтер, который говорит, вы будете вечными тестировщиками этой конторы U-Klan. Это он так выражается. Но вы не тестировщики. Наоборот, они вам дают какие-то плюшки. Дают вам улучшения. Улучшения. Какой еще производитель такое дает? Вот брат-близнец Octagon тоже выпустил такой же тюнер. Но у него до сих пор нет такой прошивки, как у U-Klan. И кто теперь комуклон? Давайте разберемся. Если у U-Klan выходит все быстрее. Они первые внедрили прием T2MI на обычном спутниковом ресивере. Доступны веб-порталы. Можете зайти, вот допустим, вот тут Мегуго добавили в новой прошивке. Вот можете смотреть фильмы, передачи, телеканалы. Сейчас у них там есть акция за 1 гривну. Можно смотреть в месяц бесплатно. Вот вам, пожалуйста. Разворачивайте на весь экран и смотрите. Качество, скорость воспроизведения зависит от вашего интернет-соединения и отдачи сервиса. Все работает. Не хотите Мегуго? Загрузите себе диванты в этом и прочее, прочее, прочее. Приложения можно добавлять вот любые. Можете видеть сверху, какие варианты можно добавить. А теперь по форумам. Вот один из таких. Есть, конечно, реальные отзывы. Но почему-то вот таких вот отзывов здесь больше. Негативных. Люди даже не имеют тюнера на руках, а пишут гадости. А некоторые читают вот таких вот нерадивых пользователей и боятся покупать хороший тюнер. А мучаются в поисках и не знают, что им делать. Вот отзыв по модели Denny's H265. Софт сырой, его будут допиливать весь 17-й год, потихоньку исправят глючность. Да он сразу был нормальный, сразу был хороший. Характеристики процессора его не впечатляют. Ну, если он такой впечатлительный, то я не знаю, что ему делать. Вот, пожалуйста, GizClub. Тема по уклону Steam 4K Pro. Обсуждение. И давайте перейдем на одну из последних страниц. Вот, нашел это сообщение от Тайпана. Товарищ такой есть. Наконец-то выдали новое ПО, я просто в ужасе. Они за кого пользователи своих коробок считают. Взяли старую недоделанную ОС, добавили пару картинок, накатили там с косяками. Формат даты нельзя изменить. Какой сегодня день недели, пользователю знать не положено. Ну, вот кому вот нужна вот эта вот дата, я не понимаю. Вот показывает, я же вам показал. Тюнер ее показывает. Либо у него глаза не на том месте, либо что, я не понимаю. Своего ЕПГ-поставщика не подсунешь. Он есть. Зачем кого-то что-то еще подсовывать? IPTV не запоминает последний канал при выходе. Или переключение между листами. Стопэ. Иду на тюнер, сейчас я вам покажу. Итак, вот, пожалуйста, IPTV старт. Захожу. Смотрю сейчас 112 канал. Переключаю. ЧП-инфо. Переключаю. Рада. Переключаю назад. ЧП-инфо. Переключаю назад. 112. Выхожу. Ушел куда-то в другое место. Там, походил, полазил. Ой, я знаю там. Ну, давайте какое-то загружу там. Вот, какое-то другое приложение. Вот, у меня здесь работало другое приложение. Выхожу и захожу в IPTV старт. Вот, пожалуйста, 112 канал Украина. Как я вышел с него, так он и загрузился. Давайте на Bombardier TV зайду. Вот вам работает. Название звучное, да? Bombardier TV. Выхожу. Ухожу на какой-то другой сервис. Вот, я знаю, там вот включу какое-то там другое. Выхожу с этого IPTV. Захожу в IPTV старт. Пожалуйста, Bombardier TV работает. Как это он не запоминает? Вот откуда люди берут вот эти вот отзывы? Я не понимаю. Просто так, чтобы написать. Вот сами теперь смотрите и решайте. Вот какие люди сидят на форумах. И как их администрация поощряет. И верит ли им вообще? Так, что тут? Перезагрузки как таковой нет. Лично я не нашел. Ну, как это нет? Ну, кнопкой выключения. Выключил и включил заново. Погода латиницей и виджет, который в меню не отображает осадки. Ребята, ну, я вам показал вначале. Все отображает. А там такое графическое меню, что там понятно, что там дождь, либо снег. Или вам надо написать именно кириллицей, что это дождь. А маппер кнопок это отдельный разговор, а может просто маленькая заковыка маркетологов, незаметно подталкивающих к покупке нового пульта с гироскопом и новой раскладкой кнопок. Ребята, ну, пульт отлично работает. Просто вам дали возможность выбрать из нескольких пультов тот, который вам больше нравится. Не хотите пользоваться стандартным пультом? Возьмите себе гиромышку. Вас никто не заставляет обычным пультом, стандартным, пользоваться очень удобно. И вот эти вот мелочи, вот это он пишет, это вся совокупность мелочей, его поражает. Ну, боже мой. Ну, он с основными функциями справляется. Я вам еще раз показал, какие функции на нем работают, какая наполненность в этом софте. А вот эти мелочи, это придирки, я считаю. И вот он пишет, они еще при модели Деннис забивали на просьбы пользователей. Да ну не надо врать. На форуме есть специальная тема, где пользователи писали свои хотелки и по возможности производитель, ну, не производитель, а программисты пытались внедрить их для вас. Зачем вот это вот писать вот так вот? Да, вот потели два года и вот они выдали такой вот. Ну, а кто выдал? Октагон не выдал этого, а уклан выдал. Да и не бросили кость, как пишут, а дали пользователям удобность в использовании. Знаете, почему такие вот, на мой взгляд, отзывы пишут? Потому что этот человек занимается настройкой энигмы. Его эра уходит, он останется без работы. Обычные люди покупают, что-то там накосячат и вызывают вот этого тайпана, я не знаю, как его зовут. И он за это получает деньги, скорее всего. Вот еще один товарищ Юрий пишет. Я ставил Деннис ос, как не поставить? Стояло оно меньше суток. Ставить еще раз желания нет. А почему интересно? Почему вот, что не устроило? И, кстати, мой отзыв тут удалили на этом форуме. Что я хотел сказать этим видео? Читайте форумы, согласен. Читайте все разные и сопоставляйте информацию. Вы посмотрите, кто пишет отзывы и какие эти отзывы пишутся. Вот два человека, ну три человека на форумах пишут негативные отзывы за марку Уклан. Но большинство отзывов, это хорошие отзывы. А я еще вам скажу как. Хорошие отзывы в основном никто не пишет. Потому что человек купил, он пользуется, он всем доволен. Производитель идет наоборот, навстречу покупателям. Им не выгодно делать плохой продукт. Им выгодно делать хороший продукт, чтобы люди их покупали. Модель Деннис очень хорошо продается. И люди, которые купили, вот поставьте лайки или напишите отзывы. У кого есть модель Деннис H265. У кого есть модель Устим. Напишите, как вам они в пользовании. С новой прошивкой людям будет более доступно пользование этим ресивером. Я вам скажу так. После выхода новой прошивки, люди, которые покупали не только у меня, но и на стороне. Эти тюнера на Enigma, они высылают мне для перенастройки на новое ПО. Потому что они сами, ну вот покупают люди для пользования. Они не разбираются во всех этих прошивках. За последнюю неделю я настроил 5 штук, 5 тюнеров я отправил людям с настроенной прошивкой Деннис Оз. И у всех положительные отзывы. Так что если вам нужен такой ресивер или подобный, любой из моделей Уклан, электронная почта savonti.gmail.com будет в описании под этим роликом. Пишите, отвечу на ваши вопросы, настрою под ваши запросы вам тюнер. Всем пока, хороших вам ресиверов, хороших прошивок. Подпишись на канал, поставь лайк. Увидимся в новых роликах. Всем пока.